Всем привет из теплого Таиланда! Эй, Иван, верни фон! Как удалить фон? Как убрать прыщи? Как создать собственного клона? Как снимать и монтировать на телефоне? Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, и это туториал по часто запрашиваемым фишкам и переходам видео. Видеоконтент на сегодня занимает самые высокие позиции во всех социальных сетях. Многие продают курсы по видеомонтажу, и кто-то их покупает, а кто-то, так же, как и я, пытается найти ответы на свои вопросы в интернете бесплатно. Я развлекаюсь съемкой и монтажом с года так 2010-го, и очень хорошо помню те времена, когда у YouTube-блогеров очень актуальными были съемки на зеленом фоне. И после, путем замысловатых махинаций в очень сложной программе на то время, можно было достичь каких-то невероятных кадров. На сегодня, для того, чтобы удалить фон, можно нажать всего пару кнопок и программу все удалить за вас. Даже не нужно покупать фон монохром. Фон монохром Фон монохром Практически 10 лет я монтирую видео на компьютере в Sony Vegas, и привыкла к этой программе, зная все сочетания клавиш для более комфортной работы. Но технологии шагнули вперед, и на сегодня у Vegas есть очень серьезный конкурент — CapCut. И если вы смотрите это видео, значит, вы точно знаете это название, и еще скажете «Так это же для монтажа видео на телефоне». Верно. На сегодняшний день это единственное установленное на мой телефон приложение для монтажа видео. Но все-таки ролики на YouTube я монтирую на ПК. И недавно мне пришла в голову идея — а вдруг есть CapCut для ПК? Есть! Обалдеть! И тут моя жизнь поменялась раз и навсегда. Не все об этом знают, потому что версия CapCut для ПК вышла достаточно тихо. В описании оставлю ссылку для скачивания, и если я вам помогла, поставьте этому ролику лайк. А если вам нужен туториал, как использовать CapCut на компьютере, напишите в комментариях. Итак, я думаю, что уже все поняли, что для сегодняшнего монтажа на телефоне мы будем использовать приложение CapCut. Но перед монтажом предлагаю пробежаться быстренько по настройкам телефона для более качественной съемки. Об этом я вставлю небольшой кусок из своего онлайн-курса. Но если вы не хотите прямо сейчас изучать этот вопрос, в комментариях для вас я оставлю тайм-коды, по которым вы без проблем можете перейти к интересующей вас части. Видео – это сценарий, по которому отсняты кадры с определенной частотой, впоследствии прошедшая через цветокоррекцию и смонтированная в один ролик с добавлением музыки и звуковых эффектов. Первый параметр при съемке видео – частота кадров в секунду, FPS, frame per second. Кино принято снимать с частотой 24 кадра в секунду, 24 FPS. На телевидении это 25-30 кадров. Если вы хотите сделать видео максимально плавным – 60 FPS. Рекомендую снимать видео, которое впоследствии вы хотели бы сделать в слоу-мо, с частотой от 100 кадров в секунду. Тогда при большом замедлении кадры не будут дергаться и скакать. Объясню. Чем больше информации и статичных изображений вмещается в одну секунду, тем больше есть вариантов такой кадр растянуть и тем самым замедлить. Стандартные камеры снимают с постоянным фреймрейтом. Но некоторые смартфоны, в том числе и айфоны, грешат тем, что снимают видео с переменной частотой кадров в секунду. То есть, может быть, 24 кадра в секунду, может быть, 25. И эти кадры потом очень плохо воспроизводятся на монтаже. Поэтому первое, что нам нужно настроить, это частоту кадров. Открываем настройки, камера, запись видео. Для обычного видео ставим 24 FPS, а в замедленном видео максимально большую, которая предлагает телефон. У меня это 240 FPS. И на этом закончились стандартные параметры, которые мы можем настроить на самом телефоне. А ведь у нас остался еще баланс белого, выдержка, светочувствительность, цветовой профиль и многое другое. Именно в этом нам помогают сторонние приложения для камеры нашего телефона. Одни из самых популярных это Filmic Pro, Pro Movie, Moment, Open Camera и другие. Сейчас я расскажу вам про настройки камеры. И я хочу, чтобы вы поняли, что такие настройки, как выдержка, светочувствительность и так далее, они одинаковы во всех приложениях для всех телефонов. Принципы настроек везде одинаковы. Я буду приводить пример на приложении Moment, просто потому что оно у меня уже есть. Открываем приложение. Интерфейс, который рассчитан на работу с камерой, в принципе, выглядит везде одинаково. Сейчас я расскажу вам про каждую настройку отдельно, за что она отвечает, чтобы вы понимали, что вам нужно и как настраивать. Давайте начнем снизу. Тут у нас есть те основные настройки, которые отвечают за видеозапись. Самое первое это баланс белого. Баланс белого это такая цветокоррекция в режиме реального времени, потому что камера на самом деле не понимает, какое освещение попадает в кадр. Это солнце, люминесцентная лампа, лампа накаливания. И автоматический баланс белого в большинстве своих случаев хорошо справляется со своей задачей. Он оптимизирует изображение, чтобы оно выглядело натурально. Но иногда баланс белого начинает меняться во время съемки. И во время съемки картинка становится то теплее, то холоднее. Баланс белого измеряется в кельвинах. И чем меньше значение, тем холоднее у нас становится картинка. То есть тем больше камера и процессор пытаются скомпенсировать недостаток тепла. Чем больше значение, тем наша картинка становится теплее. Я для начала советую вам выставлять автоматический баланс белого, а затем его заблокировать. Смотрим, чтобы у нас в камере изображение не было сильно холодным или сильно теплым. К примеру, если у вас на картинке есть какие-то белые или серые объекты, то делаем их максимально белыми или серыми. Самое основное, это вам надо заблокировать этот баланс белого, чтобы он не скакал из холодного в теплого в момент съемки. Потому что эти скачки на монтаже исправить очень сложно. Следующее, это автофокус. Как вы поняли, автофокус тоже нужно отключить. Объясню почему. Далеко не во всех телефонах хороший автофокус. Поэтому он может скакать с одного объекта на другой, тем самым создавая своеобразное дрожание картинки. Вы, конечно, можете тапнуть и выбрать объект, на котором будет фокусироваться ваша камера. Но это снова же не всегда хорошо работает. Тем более, очень много телефонов какие-то лучше справляются, какие-то хуже. Итак, с помощью настройки фокуса мы можем выбрать объект, который мы хотим. Когда у нас объект появляется в фокусе, он подсвечивается таким вот зеленым цветом. Вы можете заблокировать фокус на том объекте, который снимаете. И тогда у вас не будет этого фокусного дрожания картинки. Но если вы хотите снимать какую-то динамическую сцену, например, влог, то лучше оставить автофокус. Компенсация экспозиции. Мы можем сделать картинку теплее или светлее, независимо от того, какие настройки светочувствительности и выдержки у нас стоят. Делаем темнее или светлее так, чтобы картинка была без каких-то пересветов или наоборот слишком темная. ИСО. Это светочувствительность матрицы. Я вам советую не поднимать значение более чем 600 или 700, потому что высокое значение ИСО портит картинку, добавляет шумы и качество видео ухудшается. Чем больше светочувствительности, тем ярче становится картинка. Этот параметр я также советую вам заблокировать и убрать автоматические настройки. Объясню почему. Все мы видели, когда снимаем какое-то темное помещение, потом яркое, и камера у нас пытается адаптироваться под окружающее нас освещение, и начинает становиться то ярче, то темнее. Это у нас автоматическая выдержка и светочувствительность, которую вы не увидите в дорогих и хороших видео. А мы же с вами хотим добиться хорошей и качественной картинки, не так ли? Поэтому мы выбираем значение светочувствительности, которое подходит под наши условия съемки. Я сейчас не могу назвать какие-то определенные настройки, которые вам нужно ставить, так как под каждую ситуацию вы должны подкрутить и подобрать это вручную сами. Выдержка – самое главное. Она всегда помечается буквой S, Shutter Speed и дробным числом. Один, дробь и какое-то значение. Как я говорила ранее, на обычную съемку мы ставим 24 кадра в секунду, или 25. В верхней панели мы можем выбрать нужное значение фреймрейта. 25, например. А теперь я могу настроить и выдержку. Самое главное правило оператора при настройке камеры – это выбрать значение выдержки, которое равняется значению кадров в секунду, умноженное на 2. Здесь все очень просто. 25 умножаю на 2, получаю 50. Значит, выдержку нужно поставить 1,5. Зачем мы это делаем? Потому что мы хотим получить Motion Blur, то есть размытие в движении. Если вы поставите руку перед собой и быстро ею помахаете, то вы не увидите четкие границы пальцев. Вы увидите размытие в движении. Поэтому и видео мы хотим записать максимально естественно, чтобы оно не дергалось и было приятно нашему глазу. Все фильмы снимаются, исходя из этого правила. Чтобы мы смотрели на картинку, она была максимально естественной и натуральной. Если мы снимаем какие-то экшн-сцены, можем ставить выдержку больше, чтобы у нас не было слишком много этого смаза. Ставить 1 сотую, к примеру. Если мы снимаем слоумоз, то кадры в секунду, то выдержку надо ставить 1,02. Снова повторюсь, это нам нужно для того, чтобы получить Motion Blur и как итог эту самую киношную картинку. Если вам это не нужно, то с выдержкой можете не заморачиваться. Но когда мы ставим правильную выдержку и количество кадров в секунду, то картинка у нас получается достаточно яркой. А в верхней панели мы можем выбрать цветовой профиль. Color Profile, в котором мы будем работать. Если мы нажмем Default, то у нас будет стандартное изображение, которое мы получаем с камеры. Если мы выбираем Flat, то есть плоский профиль, то программным мы занижаем насыщенность и контрастность картинки для того, чтобы получить больше возможностей на этапе цветокоррекции и тонирования. В каждой программе есть свои профили. Это может быть Lock, это может быть Flat Profile. Также, чтобы не настраивать это все вручную, вы можете сохранить настройки камеры в определенный пресет. То есть в будущем, когда вы выбираете этот пресет, открываются уже фиксированные нужные настройки. И нам останется только изменить фокус и править баланс белого. Вот и все настройки для видео, которые вам нужно узнать. Надеюсь, вы все-таки посмотрели, как настроить телефон для съемки. А сейчас я покажу вам, как монтировать видео на телефоне и создавать трендовые Reels и TikTok с помощью CapCut. У нас с вами должно быть заготовлено два видео. С нужным желательно статичным фоном, точнее статичной камерой. На фоне объекты могут двигаться. И видео с объектом или персонажем, которых мы хотим поместить на этот фон. Для лучшего качества советую выбирать видео с персонажем на каком-то однородном, контрастном персонажу в фоне. И желательно, чтобы этот персонаж не слишком активно двигался в избежание провала в наложении. А также важно, чтобы персонаж в видео не выходил за кадр. Это очень важно, так как вы получите обрезанную голову или ноги. Первым делом открываем видео с фоном. Затем выбираем наложение и добавляем видео с персонажем. Теперь выделяем это второе видео и в панели инструментов выбираем удалить фон. Приложению нужно время, чтобы обработать максимально точно. После удаления фона можно нажать на слой с персонажем в превью окне и вручную изменить размер персонажа. Готово! Как удалить прыщ на видео? Да-да, эта функция находится в бесплатном доступе. Я поискала фото для примера. Такие же действия применимы и к видео. Самое главное, вы не должны забывать о натуральности. Не перебарщивайте. И когда будете применять пластику фигуры, просматривайте ролик перед сохранением. Если человек в кадре находится на фоне каких-то предметов и сам он при этом находится в постоянном движении, то эта функция может сработать плохо и зритель точно явно увидит, что вы пытались сделать. В этом случае кропайте видео на части и к каждой применяйте эффект с подходящим усилением. Добавляем видео номер один. Через наложение добавляем видео два. Выделяем наложенное видео и в панели инструментов выбираем маска первая. Разворачиваем и пододвигаем так, чтобы выглядело естественно. Еще один вариант использовать удаление фона, о котором я уже говорила. Дорожки добавляем таким же образом, на второй выбираем вырезка и удалить фон. Важно подобрать удобный вариант и чем качественнее вы провели саму съемку, тем лучше результат у вас получится. Оптический эффект, при котором объект на переднем плане остается на месте, а фон якобы отодвигается назад. Этот эффект был изобретен на съемках фильма «Головокружение» Хичкока в 1959 году. Там этот эффект нужно был для того, чтобы передать боязнь высоты. С тех времен этот эффект поучаствовал во многих других съемках, и эту популярность достаточно легко объяснить. Эффект впечатляющий, и его очень легко повторить. Понадобится только широкоугольный объектив, штатив и что-то, на чем вы сможете плавно перевозить камеру. Для того, чтобы повторить эффект, вам нужно зуммироваться на объекте, параллельно отодвигая камеру назад, либо использовать обратный зум и катить камеру вперед. Сложность, которая вас ожидает, это тренировки, чтобы почувствовать ход кольца фокусного расстояния и попытаться сопоставить его с вашей собственной скоростью передвижения, ну или предмета, на котором вы перевозите камеру. Такой эффект можно повторить и искусственно, на монтаже. Для этого нам понадобится исходное видео с отъездом, либо наездом. Выбираем видео с наездом и смотрим, какого размера главный объект в конце. Запоминаем. Перематываем видео в самое начало, добавляем ключ и вручную меняем масштаб добавленного в видео так, чтобы объект стал такого же размера, как и в конце. Все. А вот результат. Сначала делаю фото в нарядах. Затем на каждое добавляю отпечаток и подиум, если есть желание. Эти картинки на прозрачном фоне я нашла в интернете. Каждый кусок продлеваю и сохраняю отдельно. Снимаю видео с рамкой, обернутой в зеленый, по факту не важно какой цвет. В видео я стою перед зеркалом, перелистываю образ правой рукой, а левой как бы выбираю и нажимаю на зеленый фон. Потом поворачиваюсь к объективу и выхожу из кадра. В моем случае два образа, поэтому в этом видео должно получиться два отрезка. Сохраняю каждый по отдельности. Создаю новый проект, открываю фото с образом номер один, в панели инструментов выбираю наложение, добавляю видео с образом номер один, выделяю наложенное видео, в нижней панели выбираю вырезка, хромакей. Пипеткой выбираю зеленый фон и подкручиваю необходимые интенсивность и тени. Сохраняю. Такое же проворачиваю и для образа два. Также сохраняю, но вернемся к образу один. Помимо хромакея, в первом отрезке в кадре я перелистываю образ на второй. Давайте проработаем этот нюанс. Итак, наша первая дорожка фото с образом один, вторая видео в образе один с зеленым зеркалом до момента, где я левой ладонью дотрагиваюсь до зеркала. Через наложение добавляем фото с образом два и растягиваем на всю длину. Отбираем нужный размер, чтобы совпадал с предыдущим. И теперь ищем момент, где я начинаю листать. Ставлю точку, в панели инструментов выбираю маски, кликаю на первую, поворачиваю вертикально и так, чтобы образ два открывался справа налево. Ну, точнее, по движению руки. Теперь добавляю еще несколько точек и на каждую подвигаю маску. Это нужно для более плавного перехода. Сохраняем. Что у нас вышло? Два видео. Первое в образе один, где в зеркале мелькают образ один и образ два. И второе в образе два, где в зеркале образ два. Создаем новый проект и просто добавляем эти два видео. Не выделяя никакое, в нижней панели выбираем эффекты, эффекты видео, подробности, ауры. И перетягиваем его на момент склейки. Готово. На самом деле, все легко и просто. Самое главное, анализировать. И пробовать. Если вы научились каким-то переходам в монтаже, старайтесь применять их как-то по-разному. Например, переход вертикальный вы выучили, попробуйте сделать горизонтальный. А когда смотрите чужие рилсы и тикток, старайтесь расщепить результат, который вы видите на кадре, какими способами можно воспроизвести то или иное действие. Знаете, вот год-полтора назад, когда в инстаграм начали набирать популярность видео с переходами как в тикток, это был своеобразный челлендж. А как такое повторить? На сегодня есть мастера монтажа видео на телефоне, которые за деньги учат этому, других ребят. И такой бизнес имеет место быть. Я сама смотрела подобные курсы, но пришла к выводу, что там учат прям конкретным переходом, типа горизонтальный переход, вертикальный переход. И по факту ученики как бы заучивают эти моменты как иероглифы. И суть не в том, чтобы заучить это все и как можно больше. Суть в том, чтобы разобраться в выбранной вами программе, в ее функциях и на что способна каждая кнопка. Как бывшая айтишница, спешу вас заверить, что даже самые простые кнопки могут иметь разный функционал. Вот самый незамысловатый пример. Возьмите прямо сейчас в руки ваш любимый телефон. Взяли? А теперь нажмите на кнопку блокировки. Нажали, да? А теперь задержите кнопку блокировки. Что-то другое произошло, не так ли? И кнопка блокировки резко превратилась в кнопку выключения. К чему это я? К тому, что если по косточкам разобрать программу для монтажа, вам не составит труда смонтировать видео абсолютно любой сложности. Вы просто будете понимать готовое видео, как набор определенных кнопок, которые работают в определенной схеме. Это как научиться играть на гитаре. Можно научиться трынкать кузнечика, можно выучить районы, кварталы, а можно разобраться в аккордах, в том, как ставить руку, где там что нажимать, и потом уже на слог можно будет сыграть абсолютно все. А вот на качество будет уже влиять практика, сколько раз вы тренировались. На этом у меня все. Сложновато монтировать информативное видео, особенно видео про съемку видео и про монтаж. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, или вы хотите туториал по конкретным видео, пишите в комментариях. Можете оставлять ссылки на эти ролики, или как-то словами описывать. Если мы насобираем хотя бы пять запросов, я сниму следующее видео и покажу, расскажу, как был создан тот или иной рилс или тикток. Всем хорошего настроения и пока-пока. Тикток. Тикток. Субтитры Тикток. Субтитры